О теснейших связях Сороса с видными сенаторами, заседающими в этом здании, в Соединенных Штатах говорят давно и много. Говорят по телевизору, говорят в печати, говорят в интернете, в секретных материалах, которые время от времени его разрывают. Не говорят только в самом Конгрессе. Даже тогда, когда его об этом просит общественность. Вот, к примеру, петиция 21 октября 2016 года, направленная законодателем незадолго до выборов. Просим Конгресс немедленно убрать машины для голосования, установленные Джорджем Соросом в 16 штатах. Как человек, явно поддерживающий определенного кандидата, он не должен иметь никакого отношения к избирательной системе. Несмотря на несколько сотен подписавшихся, эту петицию конгрессмены не заметили. Как мог бизнесмен, пускай даже очень влиятельный, устанавливать на участках урны? Дело в том, что производитель этих электронных машин – компания Smartmatic. Глава которой, господин Меллок Браун, тесно связан лично с Джорджем Соросом и его бизнесом. Подобный контакт в электронной системе, отвечающий за объективность выборов, насторожил, а потом всерьез испугал избирателей. Но их возмущение не заметили. Потому что ссориться с шефом открытого общества не рискуют не только парламентарии, но и свободолюбивые, беспристрастные, объективные американские медиа. Джордж Сорос уже давно имеет большое влияние на американские СМИ. Я бы сказал так. Мы имеем дело с организованным Соросом медиапространством, которое он контролирует. Он управляет американской открытой прессой. Американские СМИ, они все подчиняются одному хозяину. И часто повторяют одну и ту же информацию даже за границей. Иерусалим. Столица трех религий. Город, откуда началась христианская цивилизация. Где христианство соседствует с исламом и иудаизмом. Город, пронизанный историей, символикой и противоречиями. Идеальное место для того, кто захочет на этих противоречиях поиграть. В том числе в опасные игры. Не появиться здесь Сорос просто не мог. После разоблачения хакеров, опубликованных DC Leaks, мир узнал, что основатель фонда «Открытое общество» переводит крупные суммы в Израиль. Сам этот факт никого, конечно, не удивил. Шоком стало другое. Средства миллиардера, еврея по национальности Джорджа Сороса, перечислялись организациям, не скрывавшим, что их основная цель – разрушение государства Израиль. Люди думают, что он по-отечески жертвует миллионы долларов неправительственным организациям. Я бы сказал, что его злодейская сущность в этом проявляется еще ярче. Он раздает эти деньги только потому, что получает взамен в сто или более раз больше в результате хаоса, который он создает. Он и в самом деле типичный злодей из Джеймса Бонда, существующий в реальной жизни. В общей сложности 9,5 миллионов долларов. Столько выделил Сорос на финансирование нескольких небольших некоммерческих организаций в Израиле, если верить этому документу. Да в этом, кстати, с большим трудом. Получатель – скромные НКО, которые занимаются защитой прав арабского населения Израиля и кажутся абсолютно безобидными. Но это только на первый взгляд. Доказательства здесь, в этом малоприметном здании, на одной из тихих улочек Иерусалима. Именно сюда один из сотрудников Фонда Открытое Общество смог переправить несколько файлов, похищенных из компьютера этой структуры. Организация NGO Monitor небольшая, но гордая и эффективная. Здесь точно знают, куда и как утекают средства, поступающие израильским НКО, которые на поверку становятся антиизраильскими. Отправитель структуры мистера Сороса. А вот одним из посредников оказалась уже известная нам американская Black Lives Matter, взорвавшая Фергюсон и черный электорат Америки и называвшая Израиль государством апартеида. Разумеется, что с этого момента мы и обратили свое внимание на организацию Black Lives Matter. Это доклад NGO Monitor, составленный в 2013 году. В этом докладе расписана деятельность Сороса и его вмешательство в арабо-израильский конфликт. Второй доклад, который я держу в руках, является относительно новым. Он датирован ноябрем 16-го года. Речь в нем идет о группе палестинских организаций, связанных с террористической организацией «Народный фронт по освобождению палестинского народа». Их всех финансирует Джордж Сорос. Все крутится вокруг попытки воздействовать на тех, кто принимает решения, и попытки влиять на общественное мнение. Сорос этого не скрывает, это часть его идеологии. Речь идет об очень серьезной сумме, которая поступает в целях продвижения влияния на израильский народ. Этого не ожидал никто. В последние часы своей работы администрация Обамы спешно перевела Палестине 221 миллион американских долларов. Конгресс узнал об этом утром, в день инаугурации президента Трампа, который еще до выборов, кстати, предупредил, что будет дружить с Израилем и считает подобную дружбу одним из главных приоритетов. Зачем это сделал Обама? Возможно, он просто хотел напакостить своему неприятному сменщику. А может быть, дело совсем в другом. Люди, которые говорят, что организации господина Сороса близки к официальным властям США, даже не представляют, насколько их слова справедливы в буквальном смысле. Фонд «Открытое общество в Вашингтоне» и американский «Белый дом. Добрые соседи». Для того, чтобы сосед мог пожать руку соседу и шепнуть что-нибудь приятное на ушко, достаточно пересечь 17-ю улицу, пройти через сквер, и вот вы уже возле ворот «Белого дома». Сегодня уже ни для кого не секрет, что именно Джордж Сорос был главным финансовым спонсором демократической партии, самого Барака Обамы и Хиллари Клинтон. И, конечно же, вполне очевидно, что, оплатив ужин девушке, покровитель захочет ее танцевать. Поэтому миллионы долларов американских налогоплательщиков вполне могли уходить туда, куда указал железный палец реального хозяина, цели которого далеко не всегда совпадали с национальными интересами США. Один из самых ярких примеров – Израиль. Сорос далеко не является другом Израиля. Сорос финансирует организации, которые мониторят деятельность, которая может нанести вред Израилю, потому что Сорос очень часто, именно как биржевой игрок, играющий на кризисах, он считает необходимым усугублять процесс. Сорос посредством открытия своих социальных институтов и иных групп и фондов фактически спонсирует терроризм на Ближнем Востоке. Я ссылаюсь на исследования в моей книге, где я доказываю, что Сорос – близкий друг разных радикальных групп. В Израиле это знают прекрасно и знают давно. Неслучайно отношения с Вашингтоном тут начали стремительно катиться вниз именно при демократах в Белом доме. Генерал Масада в отставке Шмуэль Эвьятар – человек информированный. Разведке, в которой он прослужил большую часть своей жизни, приходится делать много тяжелой, опасной и неприятной работы, перехватывая приветы, регулярно прилетающие из-за океана. Но какую цель сегодня преследуют Соединенные Штаты, американский эстеблишмент, тот же господин Сорос, когда финансируют в Израиле некоммерческие организации, поддерживающие экстремистов и террористов. Этот конфликт наш дает им возможность быть тут вообще. Это дает господство, дает им место вмешиваться, как сирийский конфликт. Что они хотят создать? Хаос. Если верить журналу Forbes, капитал Джорджа Сороса на сегодняшний день чуть меньше 25 миллиардов долларов. И основная часть этой колоссальной суммы заработана на четырех финансовых катастрофах. Девальвации фунта стерлинга в 92-м, обвале азиатского рынка ценных бумаг в 97-м, дефолте 1998 года в России и на кризисе начала 2000-х в США. Многолетний конфликт между Израилем и арабским миром лишь еще один источник дохода. Чем сильнее хаос, тем больше денег. Деньги и сила. Сила. И горе тому, кто попробует им помешать. Штыки, к которым медиабатальоны нашего филантропа давно приравняли перо, пронзят любого, кто решится плыть против течения и немедленно научат несогласных Сороса любить. И без труда убедят последнего пацифиста, что мир – это война. Особенно четко это стало понятно после того, как в сеть просочилась часть деловой переписки главы открытого общества. В западном мире постоянно происходят террористические атаки исламских экстремистов. Орландо, Сан-Бернардино, Бостон, Пентагон, Башни-близнецы. То же самое происходит в Европе, Брюссель, Париж и многие другие города. Вы сами видели атаки в Грозном. Что делает Сорос через свои организации? Он нанимает людей, которые будут выступать в СМИ и обвинять в исламофобии тех, кто обращает внимание на тревожное положение вещей. Вы можете быть обеспокоены ростом ваххабизма, но стоит вам только об этом заикнуться, как вам ответят, да ты просто исламофоб. Но ведь это неправда. Совершенно неправда. Конечно, Сорос умен и крайне осторожен. Прямых свидетельств поддержки им террористических организаций, таких как ИГИЛ, Аль-Каида и Ан-Нусра, нет. И, скорее всего, не будет. Но именно действия исламистов работают на его основную идею. Идею хаоса, который в конечном итоге под управлением твердой руки и глобального интеллекта перемешает народы, религии и культуры. Именно в этом хаосе, в этой мутной воде Сорос чувствует себя как рыба, вернее, как рыбак, который готовится получить богатый улов. И в конечном итоге его получает. Он спровоцировал арабскую весну, которая словно пожара хватила сначала Тунис, потом Египет, Ливию, Сирию, Йемен и даже Северный Ирак. И именно поэтому возродился джихадизм и Аль-Каида. Поэтому мы видим Сороса как некого финансиста, стоящего за этими так называемыми тематическими революциями. И знаете, если бы ему не симпатизировали ряд американских политиков, которых он спонсировал, а именно Билл и Хиллари Клинтон и Барак Обама, я думаю, он, вероятно, давно сидел бы в какой-нибудь тюрьме. Не так давно в США разразился скандал. Джорджа Сороса обвиняли в уходе от налогов и в преступном использовании инсайдерской информации. Информации о конкурентах. В 2015-м, пользуясь лазейкой в законе, он не платил налоги на клиентские платежи, реинвестируя их в собственный фонд. Его реальная прибыль от недоимок составила, по оценкам агентства Bloomberg, более 13 миллиардов долларов. А ранее Парижский суд обвинил господина Сороса в получении конфиденциальных данных во время игры на акциях со Сьетей Дженераль. И выписал ему почти миллион евро штрафа. Но совершенно понятно, что это была только вершина айсберга, всплывшая из-под воды скорее случайно. Сорос тоже не благотворительный. Он что-то должен получать и взамен. И взамен информация, которую он, скорее всего, использует и как биржевой спекулянт, который, все-таки надо признать, один из немногих людей, который нажился на последнем финансовом кризисе. То есть во время последнего финансового кризиса состояние Сороса увеличилось в полтора раза. У него было около 11 миллиардов, сейчас около 25 миллиардов. Более чем убедительное количество, создающее все условия для перехода в принципиально новое качество. Миллиардер был готов. Оставалось сделать самый последний рывок. Белый дом уже маячил на горизонте. Гигантский авианосец, построенный по чертежам господина Сороса, летел, стреляя из всех калибров. Казалось, уже неизбежной победе. Но, похоже, в тумане, который сам напустил, не разглядел вот эту скалу под названием Трамп Талер. И это, конечно, была катастрофа. Такого удара Сорос не ожидал совсем. И, вступая в борьбу, вопреки золотому правилу олигарха, бросил все яйца в одну корзину. Видимо, понимая, что у Трампа с этим активом и так все было в порядке. Теперь филантроп взбешен. А избирателям остается только гадать, как изменился бы мир, если бы главою ядерной супердержавы, распространившейся по планете как спрут, стала марионетка в руках одержимого, амбициозного, очень богатого и не вполне здорового человека. Если бы Хиллари Клинтон была избрана президентом, мне кажется, Сорос стал бы частым гостем в Белом доме, поскольку он платил ей и ее мужу без преувеличения миллионы и миллионы долларов. Что же он получал взамен? Когда Билл Клинтон и Хиллари Клинтон занимали посты президента и госсекретаря, у Сороса была возможность внедрить своих фаворитов, своих сторонников, к примеру, в госдепартамент. Такие люди, как Виктория Нуланд, помощник, госсекретаря по делам Европы и Евразии, очевидно, очень тесно сотрудничает с организациями Сороса, особенно с Институтом Открытое Общество и одноименным фондом. И, конечно, мы знаем, что она приветствовала вклад Сороса в осуществление последнего государственного переворота в Украине. Кстати, именно Нуланд признала, что госдепартамент забрал у граждан страны 5 миллиардов долларов, чтобы менять ситуацию на Украине, то есть менять украинскую власть и менять украинцев. А теперь еще стало ясно, что в этом деле у Белого дома был серьезный партнер, без которого не обошлись оба Майдана. Настоящая роль Джорджа Сороса стала понятна после того, как Кибер-Беркут вскрыл его переписку с Петром Порошенко, взломав электронную почту главы Украины. В этих письмах наш филантроп четко дает понять, что Украина ему интересна только как сторона прямого конфликта в войне с Россией. Обещает помочь с поставкой летальных вооружений и советует Порошенко имитировать активную борьбу с коррупцией и разрухой. Дураки дали все. Все, что вмешивались там, сделали деньги. И сделают деньги. Что им важно, как украинский парень в Мариуполе живет. Действительно, думаю, что есть какая-то организация в мире, что вообще с этим интересуется. Но они вытаскали богатую страну. Они хотят иметь этот пояс против России. Они с ума сошли с этим. Потому что они же были союзники. И они вкладывают больше и больше в этот фьюль, чтобы этот огонь еще был хуже. 500 тысяч долларов пошли только на прессу. Сорос и его организации продолжают и сегодня обильно удобрять украинский политический ландшафт. И не важно, что результат инвестиций в свободу слова и демократию изувеченный Юго-Восток. Тысячи убитых мужчин трудоспособного возраста, женщин, детей и стариков. Тотальная цензура в СМИ, театрах, кино и даже в библиотеках. Ненависть к собственным гражданам и фашисты на улицах городов Украины. Потому что главная цель достигнута. Открытое общество открыло новые возможности. Сорос – великолепный бизнесмен. И он прекрасно понимает, что когда идет смещение правительства, открываются большие возможности. В том числе возможность оказать влияние и получить с этого прибыль. Он занимался украинским вопросом задолго до того, как было свергнуто правительство. Посодействовал ли он перевороту? Думаю, что рычаг давления у него уже был. Получил ли он личную выгоду от этого переворота? Да, безусловно. Первый майданный премьер Яценюк сразу же после прихода к власти заявил о необходимости распродажи одного миллиона гектаров земель, находящихся у государства. Это для начала. И практически одновременно миллиардер Джордж Сорос в интервью австрийским СМИ сообщил, что готов вложить в Украину свой один миллиард. Куда он нацелился? По данным агентства Land Matrix, которое ведет глобальную статистику вложений в сельское хозяйство, уже сегодня наибольшее количество пахотных земель Украины 450 тысяч гектаров, собственность американских компаний. И один из главных собственников корпорация Monsanto. Та самая скандально знаменитая Monsanto, что активно двигает на рынок генно-модифицированные продукты. Monsanto крупная сельхозкомпания, производитель товаров, выращенных при помощи ГМО, которая Россия, к счастью, объявила мне закона. Американский политолог и экономист Фредерик Уильям Энгдаль положил немало сил, чтобы люди знали о Monsanto все. Одна из его статей, связь между легализацией марихуаны Monsanto и Soros, сообщает, что корпорация готова выбросить на рынок генно-модифицированные семена марихуаны, что может принести миллиарды дохода, если продажа этого так называемого легкого наркотика будет разрешена. При этом Soros состоит в правлении Нью-Йоркского альянса наркотической политики, самой серьезной организации, продвигающей легализацию марихуаны. Ну и наконец, один из наиболее влиятельных акционеров Monsanto именно мистер Soros. Но даже без марихуаны украинские черноземы для корпорации невероятно жирный и сладкий кусок, дающий его хозяину силу и власть. Мне кажется, причина в получении контроля над людьми. Генри Киссинджер хорошо это прокомментировал в 70-х. Случился первый нефтяной кризис. Он сказал, если вы контролируете нефть, вы управляете странами. Если вы контролируете еду, что сейчас отображено в ГМО-продукции, вы управляете народами. И в этом их цель. Большинство людей не подозревает об этом. Миллионы гектаров плодородных земель Украины в прошлом, если кто-то забыл всесоюзные житницы, это уникальные возможности на топливном и на продуктовом рынках. Посевы рапса, которые, как известно, прекрасное сырье для биодизеля, всходят тут год от года. Если уже сейчас обилие истощающих почву тяжелых культур никого не смущает, то кто посмеет встать на пути инвестиций, когда за дело примутся транснациональные акулы, подобные Квантуму. Разве что суперагент Джеймс Бонд, если таковой найдется на Украине. Кстати, рапс еще не худший вариант сюжета. Нельзя исключать и другой уже упомянутый уругвайский сценарий, где сперва не без участия Сороса и Альянса наркополитики легализовали марихуану, а затем все та же Монсанта, как уверен Уильям Ингдаль, начала выводить ее принципиально новый генно-модифицированный вариант. Этот инвестор умеет работать с размахом. И то, что они делают на Украине, заметно уже не только суперагентам. Судя по взлому почты, которая была опубликована в 2016 году, Сорос достаточно активно влезает в украинские дела, но при этом главная цель, которая преследует Сорос в Украине, это мщение России. За что это месть, в принципе, нетрудно догадаться. В ноябре 2015-го Генпрокуратура признала Фонд Открытое Общество нежелательной организацией на территории России. Было установлено, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства. В Белоруссии работу фонда свернули еще в 1997-м. У нас же Сорос 20 лет не встречал никаких препятствий. Отчасти, видимо, из-за того, что еще в 2003-м объявил, что не имеет к финансированию собственных проектов на территории России никакого отношения. Тем более странным выглядит шум, поднятый как по команде либеральной прессы, когда Сороса попросили из СБ. Правда, даже для западных потребителей причитания прозвучали неубедительно. Там про фонд «Открытое общество» и его настоящие цели знают давно и знают неплохо. После развала Советского Союза состояние российской экономики было катастрофическим. И Сорос со своими коллегами делал деньги, грабя сначала советскую, а затем российскую казну. Они грабили Россию и вот к чему Сорос хотел бы вернуться. Вернуться не вышло. Но распад Союза открыл Соросу массу альтернатив на той же Украине, а до нее в Грузии. Сегодня она преподносится западными СМИ как заметный образец свободной и самостоятельной страны. Но мало кто упоминает о том, что нынешний президент Георгий Маргвилашвили в середине 90-х учился в Центральном Европейском университете в Праге. Учился на деньги Сороса. Был стипендиатом фонда открытое общество и до сих пор тесно общается со своим покровителем. Разумеется, обещая его фонду всяческое содействие. Подобного содействия, но разумеется, в гораздо больших масштабах Сорос ожидал и от потенциального президента Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. И, конечно же, рассчитывал использовать ее богатый опыт вражды с Москвой, которую при наличии такого президента можно было бы ужалить побольнее. Хиллари Клинтон была замешана в разжигании конфликта с Россией. И вдруг у людей появилась надежда. У нас появилось правительство, которое задало вопрос «А к чему нам военный конфликт с Россией? В чем причина? Это потому, что они бомбят ИГИЛ и Аль-Каиду? Поэтому мы должны воевать с Россией. В этом нет никакого смысла. В этом есть смысл, только если вы извлекаете выгоду из военного конфликта». Военного конфликта такого рода пока, к счастью, нет. Но Сорос, кажется, не теряет надежды. Для него Москва не только враг, но враг самый опасный. «Атаки джихадистских террористов, как бы они ни были страшны не сравнить с угрозой, исходящей от России», провозгласил миллиардер в одной из своих недавних статей. По его мнению, Москва начала операцию в Сирии исключительно для того, чтобы Евросоюз пал под наплывом мигрантов. При этом сам Сорос предлагает Европе принимать не менее 300 тысяч беженцев в год и тратить на их обустройство около 30 миллиардов евро. При таких высоких квотах, уверен бизнесмен, шансы мигрантов попасть в ЕС будут практически стопроцентными, и они перестанут перебираться туда нелегально. Европе предложено продолжать тонуть в потоке приезжих, только уже не в панике, а обстоятельно в рамках системы открытого общества. Соросу нравится идея объединения наций, нравится концепция управления миром. Он не за национальное государство, типа Америки или России или Европейского Союза. Наоборот, он хочет разрушить все национальное. Его инструменты воздействия это открытые фонды, организации и общественные институты, которых мы можем найти великое множество. Его пальцы, так скажем, есть в любом пироге управления любого государства. Он хочет управлять миром через свои интернациональные организации, проводить через них свои интересы и ломать национальные институты власти. Кстати, слом подобных институтов это собственно и есть то, что порождает беженцев. Ведь подавляющее большинство мигрантов спасается как раз от последствий войны цветных революций, свое участие в которых администрация Барака Обама особо и не старалась скрывать. Да и Сорос не прятал собственных деловых интересов в подобных делах. Когда людей избивают и убивают, как, например, в Киеве или Одессе или Каире, Тунисе, Дамаске, Алеппо, Хомсе, Масули, во всех тех городах, где он вел активную деятельность, Сорос не испытывает даже угрызений совести из-за всех этих смертей. Они просто средства. Для Сороса это средство. Миллиардеру и вправду нравится делать бизнес в условиях кризиса. Но только если у него есть крепкая политическая крыша, желательно с серьезным международным влиянием и верой в глобализацию. Такая, как, например, администрация демократов. Идея открытого общества, рожденная еще философами Бергсоном и Поппером, несомненно, красива и даже романтична. Мыслящие люди противопоставляют себя традиционному общественному строю и его запретам, а все разногласия решают путем диалога. И в итоге создают уклад еще более развитой, чем капитализм или социализм. Но это все в теориях философов. Практика у Сороса иная. И ее предполагаемый итог по плану разрушение порой целых государств. Известно, идеология Сороса это открытое общество. Правда, мне всегда хочется задать вопрос, можно ли дом, у которого сломали стены, называть открытым домом. С точки зрения Сороса, наверное, можно. Но мне кажется, что это просто уже перестает быть домом. Сорос человек, который занимается финансированием именно слома-слома стен. Ему кажется, что он и есть фигура Бога, который снизошел, чтобы перестроить мир. И если вы внимательно следите за его высказываниями, он это не раз произносил вслух. Ему действительно кажется, что он может разрушить все. Отсюда и вопросы к тем рецептам спасения от мигрантов, которые миллиардер прописал в Европе. Особенно в условиях, когда экономика Германии, локомотива ЕС за счет роста экспорта начинает выглядеть все более успешной. Опасно успешной. Джордж Сорос предъявил России серьезную претензию, обвинив нашу страну в намерении с помощью потока беженцев разрушить единую Европу. Европу, которая для Америки не только политический союзник, но и постепенно наращивающий свою мощь экономический конкурент. Именно поэтому все, в чем Сорос так торопится обвинить Кремль, удивительным образом оказывается выгодно прежде всего ему самому. И это, кажется, уже наконец осознали и в самой Европе. В миграции существует такая интерпретация, что это нападение на Европу, цель которого ослабить Европу. Очевидно, что правильность этой теории не так уж просто доказать. Я бы рискнул высказать всего лишь то, что слабая Европа, слабый ЕС для очень многих сверхдержав неплохой сценарий. Ведь можно вычеркнуть конкурента. Венгрия. Страна, где 86 лет назад и родился будущий миллиардер Джордж Сорос. И, кстати, именно она сегодня один из немногих членов ЕС, сразу запустивших жесткую миграционную политику. Венгры возвели стены на границах Сербии и Хорватии и провели референдум, на котором более 98% избирателей высказались против того, чтобы Брюссель решал, сколько стране нужно принять мигрантов. В настоящий момент говорить о миграционной политике ЕС очень сложно, потому что в ней царит хаос. Я не думаю, что странам Центральной и Восточной Европы стоит брать пример со своих западных соседей, потому что то, что они хотят продать, гнилой продукт. Мартан Гюнгёше, заместитель председателя Комитета Национального Собрания Венгрии по иностранным делам. И он уверен, Брюссель не справляется с проблемой беженцев именно потому, что не может противостоять целенаправленному влиянию таких людей, как Сорос. А вот Будапешт попытается. Там намерены ужесточить требования к работе организаций, которые финансируют миллиардер, и провести аудит их документов. Граждане имеют право знать, кто хочет оказывать на них влияние из-за границы, подчеркивают в аппарате венгерского премьера. Это не конспирология, а очень правильный вывод. Мне фонды Сороса видятся продуманными структурами. и, мне кажется, всеми это уже воспринимается как факт, то, что миссия фонда Сороса с помощью незаметных рычагов управления устанавливать господство во всем мире. Я думаю, и сам Джорс Сорос не будет оспаривать такое видение. его речь, движения, действия, все говорит об этом. Да, он не говорит это напрямую, но у нас в Венгрии есть поговорка, если что-то желтого цвета крякает, как утка и ходит, как утка, это что-то, несомненно, утка. Я понимаю, что это не прямое доказательство, но это доказательство. Рекомендации, которые Сорос официально дал Европе, действительно парадоксальны. И это, конечно, выглядит подозрительно. С одной стороны, он предлагает ежегодно впускать в старый свет сотни тысяч беженцев. С другой, сам же объявляет, что приток мигрантов порождает ксенофобские настроения и питает радикальных националистов. Чего же он хочет на самом деле? Крепкого межнационального государства без границ или новых трещин в Европе? Конфликт идей здесь очевиден. Но может конфликт и есть то, чего ищет Сорос? Вспомните, ведь именно игра на противоречиях его основной конек. И именно в условиях кризисов он привык зарабатывать и делать свои пугающие пару идей вполне материальными. Если нынешний кризис в Евросоюзе сыграет на руку бизнесмену, не исключено, что в следующей серии Бондианы агенту 007 придется бороться уже не с квантом, а с тем, что этот квант породил. Сорос дальновидный политик. У него хватит влияния подорвать сплоченность Европы, спровоцировать конфликт с Россией, там, где места конфликту не было. У него есть какая-то финальная цель? Финальная цель уничтожить каждое государство, а потом создать единое государство, которым будут управлять люди, которых мы даже не знаем. Горстка олигархов, которые будут приказывать, а люди будут подчиняться. Это будет форма диктатуры. Все так пытались избавиться от наследия Гитлера, который хотел установить центральное правительство в Европе. Но теперь у Европейского Союза есть то же самое. Какая разница, где сидит центральное правительство? В Брюсселе или в Берлине? Обычно теории глобального заговора или тайного мирового правительства вызывают скептическую улыбку. Людей, говорящих об этом серьезно, как правило, поднимают насмех или мысленно, а иногда и вербально посылают сюда, за этот забор, в психиатрическую больницу имени Кащенко. Она наиболее популярна в дискуссиях. Сегодня это клиника имени Алексеева. Но когда речь о глобальном правительстве заводит хорошо известный человек, наделенный финансами, связями и колоссальным ресурсом в масштабах планеты, которому невозможно вызвать санитаров, почему-то смеяться уже не хочется. Необходимо понимать, что Джордж Сорос в одиночку не смог бы это все организовать и поддерживать. Мне кажется, на этом выстроился целый бизнес. Заработано невероятное количество денег. Я неоднократно ездил к южной границе Венгрии и сам видел, что там творится. Эти люди, мигранты, были хорошо одеты, имели банковские карты, мобильные телефоны. Это говорит о том, что их передвижение было профинансировано. Очень серьезная мафия зарабатывала, организовывая передвижение этих людей. Кто стоит за этими организациями? Мы говорим исключительно о мафии? Или все-таки за ней стоит политика? Это должны были расследовать органы Европейского Союза. Но, по всей видимости, этим вопросом никто не захотел заниматься. Почему Европа так и не стала выяснять, кто в действительности посягает на ее спокойствие и достаток, проблема самой Европы. Гораздо интереснее, что ЕС далеко не единственный полигон для обкатки идей Джорджа Сороса. Как мы уже видели, планы у него есть и на Соединенные Штаты. Причем планы смелые. Он не возражает против того, чтобы солдатами становились транссексуалы. Он был серьезным сторонником идеи однополых браков. В США он также пытается опустошить тюрьмы. Он хочет, чтобы вышли на свободу даже те, кто совершил тяжкие преступления. Он выступает за ослабление полиции, но при этом он против свободы выбора, если только речь не идет о наркотиках и абортах. Во всем остальном он считает, что государство должно делать выбор за тебя, так как ты глуп и не можешь самостоятельно принять решение. Транссексуалы в армии, преступники рядом с жертвами, однополые пары перед алтарем. Именно о таком открытом обществе, судя по всему, мечтает мистер Сорос. И если бы он только мечтал. Вы знаете, когда он вмешивается в дела Украины, России, Ближнего Востока, это еще можно понять, да, но дома, в его собственной стране, в Америке. Первое, что нужно понять, у олигархов уровня Джорджа Сороса нет дома. США для них не дом. Мир, вот их дом. Он смотрит на США так же, как и на весь остальной мир. Правда, именно здесь, в США, миллиардеры и его протежи демократы получили довольно жесткий урок. Политикам он стоил карьеры, а Соросу, разумеется, денег. За время выборов президента бизнесмен пожертвовал, штабу Хиллари Клинтон 25 миллионов долларов, а уже после ее провала попытался сыграть на понижение рынка, но не попал, потерял еще миллиард. Гибридные войны на собственной территории, оранжевые эксперименты с электоратом, возвращение в избирательную риторику термина «ядерная угроза» привели к закономерному результату. В Белый дом переехал Трамп. Страну возглавил человек, перечеркнувший все представления демократов и их влиятельных покровителей о правильном президенте. Казалось бы, задействовали все технологии черного пиара. Республиканского кандидата обвиняли во всех тяжких грехах – расизме, сексизме и связях с Кремлем. Но даже это не сделало его в глазах американцев страшнее Хиллари Клинтон и ее настойчивых спонсоров. А мне кажется, что Трамп победил именно потому, что Америка испугалась то вот эти оранжевые технологии, которые прекрасно действовали по всему миру, сейчас начали применять у них дома. Они сказали, нет, давайте вот у нас дома, обойдемся без этого. Есть старая шутка, что Америка это единственная страна, где не может быть цветной революции, потому что в Америке нет американского посольства. Да, но вообще, когда этот после победы Трампа вышли люди с плакатами «Это не наш президент» и там были беспорядки около башен Трампа и все остальное, то такая была мысль. Это не мой президент. Скандировали протестующие, шагающие маршем отсюда, от Юнион-сквер до небоскреба Трампа. Он там всего в паре кварталов от этого места. Публично выразить возмущение победы республиканского кандидата на улице вышли десятки тысяч рассерженных горожан. И, наверное, их гнев можно было бы назвать глазом разочарованных избирателей, если бы не одно «но». Везде, где планировались акции против Дональда Трампа, сперва появлялись десятки странных автобусов, набитых готовыми к действиям агрессивными элементами. В соцсетях эти средства перемещения демократии тут же начали называть автобусы Сороса. В причастности главного спонсора Хилл Эри Клинтон к организации массовых протестов не сомневался никто ни секунды. Прямую причастность всегда доказать непросто. Но здесь есть факты, которые говорят за себя. Например, активное участие в манифестациях принимала уже хорошо знакомая нам организация Black Lives Matter. Организация Моллан и движение Black Lives Matter были первыми, кто начал протесты против победы Трампа на выборах. И эти очень хорошо скоординированные акции протеста прошли почти в 300 городах Соединенных Штатов. Хаос. Джордж Сорос наживается на хаосе. Повторюсь, он истинный злодей из Джеймса Бонда. Мы теперь знаем из писем из взрывного разоблачения, сделанного Джеймсом О'Киффом, видеожурналистом-консерватором, что демократы платили бандитам, чтобы они пошли на предвыборный митинг Дональда Трампа и начали драться с людьми. Провоцировали их. Это то же самое, что в гитлеровской Германии делали штурмовые отряды Эрнста Рэма в 1934 году. Журналист, расследователь Джеймс О'Кифф с некоторых пор старается не давать интервью. С нашей группой он согласился встретиться только потому, что мы из Москвы, а значит, скорее всего, сказанное не станет широко известно в США и снова не приведет его за решетку. Я сидел в тюрьме за то, что мы показывали. Улики, по моему делу, были уничтожены федеральным судьей. Они утверждали, что я преступник, что я подделываю материалы, что все, что мы делаем, неправда, и мы выборочно нарезаем материал, что в корне неверно и невозможно. Они пытались заклеймить и ограничить организации, пытающиеся донести правду. Это то, с чем ты сталкиваешься, когда задеваешь сильных мира сего. Империя наносит ответный удар. И этот удар, видимо, не последний. Уйкиф и его коллеги готовы к любым неприятностям, а потому стараются не афишировать даже место, где находится их офис. Мы враги государства. Вы же знакомы с этим термином? Мы доказали, что СОРОС спонсирует акции протестов. Нами было доказано, что разного рода радикальные группировки были созданы им с целью создания насилия в ходе предвыборных гонок. Агитаторам платили деньги, чтобы они создавали проблемы. Мы даже эти факты сняли и выложили в сеть, показали, откуда берутся деньги. В том, что демонстрация или пикет проплачены, их участники, конечно, не признаются. Но слова и мантры людей, которые продолжают ходить к башне Трампа с плакатами как на работу, до боли напоминают набор заклинаний, которыми СОРОС, Обама и Клинтон с упорством сектантов пытались зомбировать избирателей. Он расист, сексист и хочет получить власть на церковь. Это ужасает. Людей привозили на автобусах, привозили протестовать. И эти акции протеста были оплачены и смоделированы. Схожая картина в десятках американских городов. Организованные демонстрации и единство прессы, которая печатает все новые слухи о 45-м президенте США. И очень похоже, что это в ближайшее время не кончится. Убежденный республиканец Джереми Нолл, сделавший все для победы Трампа у себя в Аризоне, знает не понаслышке, на что способны американские демократы и те, кто сегодня учит их демократии. Джордж Сорос будет преследовать Дональда Трампа шаг за шагом в его карьере. Он будет сражаться против Трампа, против членов его кабинета. Потому что, чем хуже будет выглядеть Трамп в глазах общественности следующие 4 года, тем легче будет Соросу провалить его кандидатуру на следующих выборах. Получится или нет, пока не знает никто. Пока же, на сайте Change.org популярность набирает петиция под заголовком «Осушим болото коррупции». Автор петиции композитор Ванесса Фелтнер. И с ней солидарны уже тысячи американцев. Они требуют депортировать из страны Джорджа Сороса, лишив его гражданства США. Мы, люди, больше не будем терпеть вредительство Сороса и его активные действия, уничтожающие наши традиции. Он пытается разрушить нашу страну. И дальше. Нам нужно, чтобы Америка оставалась независимым государством с христианскими ценностями. Похоже, Сорос не понял главного. Его проблема не Трамп. Его проблема страна, которую он давно перестал считать своей. А может быть, и не считал никогда. Америка выбрала антихиллари. Так организм, пораженный тяжелым недугом, выделяет антитела. Не похожий ни на кого, не системный, неправильный, Дональд Трамп стал иммунным ответом страны. Примерно, как для Британии Брэкзит. И подобных ответов по миру в ближайшее время следует ждать еще. Человеческий организм, человеческая цивилизация всячески сопротивляется, пытаясь всеми силами отскочить от пропасти к которой ее подтащили. Но болезнь под названием Сорос, вернее, это одно из ее названий, никуда не пропала. Опухоль просто загнали вглубь. Внешний вид Белого дома она пока не портит. Но вряд ли кто-то всерьез надеется, что эта опухоль доброкачественная. А значит, расслабляться не стоит. не стоит. Редактор субтитров